Привет, я Стив Кейли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание из церкви «Волна» мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. Итак, происходят ли по-прежнему чудеса? Давайте посмотрим, как определяется понятие «чудо» в толковом словаре. Событие, вызывающее удивление, которое нельзя объяснить законами природы или наукой. По этой причине «чудо» считается божественным вмешательством. Вот что означает «чудо». Много лет назад, еще живя в Австралии, я слушал по радиопрограмму «Толкбэк». Мне очень нравилось слушать рассуждения разных людей. Может, вы слышали такое имя, как Майк Колтон? Он считается интеллектуально подкованным человеком. За его блестящий ум он стал популярным ведущим, благодаря своему острому уму. И он называет себя атеистом. Майк очень умен. Вы когда-нибудь слышали, как христиане звонят на радио, чтобы задать вопрос? У них были благие цели, но всякий раз Майк Колсон разбивал их логику в пух и прах. Он систематически делал из них дураков. Эти люди имели добрые намерения, но все для них заканчивалось плохо. Вы понимаете, о чем я, да? Вот вечером я в своей постели слушаю радио. В студии Майк Колтон звучит вопрос «Вы верите в чудеса?» Он призвал слушателей звонить и делиться своим мнением. Я подумал, какая интересная тема. И вдруг я услышал голос Духа Святого «Позвони им». Я ответил, «Нет, сам звони». Я не стану звонить Майку. Но Дух Святой настаивал в звании. Я сказал, «Господь, если я позвоню, и меня не поставят в очередь, но я сразу буду в эфире, то я буду знать, что это ты». Потому что иногда я слышал, что люди могут и три часа ждать в очереди, чтобы их звонок вывели в эфир. Кто-то говорил, «Я не мог дозвониться к вам несколько лет». Я сказал, «Боже, если это ты, я послушен тебе, но мне нужно подтверждение. Пусть я сразу выйду в эфир, я не стану ждать три часа». Я знал, как маловероятно то, что я окажусь сразу в эфире. Скорее всего, меня поставят в очередь. Диспетчер взяла трубку и говорит, «Здравствуйте, представьтесь». Я сказал, «Стив». Она ответила, «Я сразу вывожу вас в эфир, Стив». И в тот же миг я услышал голос Майка Колтона. «Здравствуйте, это мое шоу. Представьтесь». Я ответил, «Это я?» «Да, а кто именно?» «Меня зовут Стив». И думаю, «Ну и шуточки». Майк спросил меня, «Стив, вы верите в чудеса?» Я ответил, «Да, я верю в чудеса». Я рассказал историю исцеления моей мамы. Когда мне было 15, она сверхъестественно исцелилась от рака. Она умерла на операционном столе, когда они еще не успели вырезать большую часть опухоли. «Они смогли вернуть ее к жизни», — сказали миссис Келли. «Если через полгода вы чудом еще будете живы, мы попытаемся удалить оставшуюся опухоль». Моя мама пошла в церковь и попросила, чтобы за нее помолились. И она получила сверхъестественное исцеление. Хирург осматривал маму каждые три месяца и говорил, «Сейчас мы не можем найти опухоль». Она куда-то сдвинулась, но не волнуйтесь, мы обязательно ее найдем. Мама возражала, «Да не нужно ее искать. Ее нет». Прошло три года, и он сделал письменное заключение. «Необъяснимое исцеление». Я поведал эту историю Майку Колтону, и он спросил меня, «Вы случайно не верите в стигматы?» «Стигматы — это болезненная рана на теле людей в местах, где были раны Христа на кресте. На руках, на ногах, сбоку и вокруг головы. Это сверхъестественное явление, которое может происходить. И он спросил меня, «Вы верите, что это реальность?» Я ответил, «Это может быть реальностью». Но возникает вопрос духовного происхождения этого явления. «Что вы имеете в виду?» Я ответил, «Библия говорит, что Христос умер и пострадал за наши грехи раз и навсегда, чтобы нам никогда не пришлось испытать эту боль на себе». Поэтому не думаю, что Бог позволил бы кому-то это пережить. Но если это происходит, то у меня вопрос, откуда это пришло. Он сказал, «Невероятно». Я никогда раньше не слышал такого объяснения. Он спросил, «Вы верите в моногамию?» Я сказал, «Конечно». Кто-то прыгает от одной женщины к другой, и их может быть множество, но настоящий мужчина способен жить так, что его единственная женщина будет счастлива всю жизнь. «Благодарю вас за энтузиазм». Майк спросил, «Кто вы?» Я говорю, «Я Стив». Он говорит, «Нет, вы знаете, кто я?» «Я атеист». Я сказал, «Да, я знаю». «А вы кто?» Я сказал, «Я Стив, я пастор по местной церкви». Он спросил, «Стив, могу я задать вам еще пару вопросов?» Я ответил, «Ну, разумеется». И наш разговор с ним длился еще полчаса без реклам. Потом звонили другие люди и возвращались к тому, что я сказал. Майк сказал, «Да». Стив действительно заставил меня задуматься обо всем этом. Я обрадовался. Не то, чтобы он раньше не задумывался, но он подумал в позитивном ключе о сверхъестественных духовных вещах. Я подумал о том, что на самом деле люди не против чудес. Происходит много разных чудес. Даже скептикам приходится сталкиваться с необъяснимыми чудесами. Иисус, будучи на земле, творил невероятные чудеса. Даже само его рождение было уже само по себе чудом. Само то, что он пришел в этот мир, было невероятным чудом. Мария, юная невинная девушка, ответила ангелу, «Как это может быть, если я не была с мужчиной?» И ангел ответил, «Дух Святой осенит тебя, сойдет на тебя и поместит в твое чрево семя Христа, ДНК Бога». Все мы знаем, что его рождение было абсолютным чудом. Я подумал о том, что когда Бог сотворил небо и землю, во всех их величии и красе, Библия говорит, что Бог снизошел, чтобы спуститься с неба. Ему пришлось спуститься, снизойти с трона Его величия, и по сей день мы все еще пытаемся исследовать Вселенную. Бог снизошел, чтобы ее сотворить. И я подумал о том, что Библия говорит, что небо и земля, и все, что мы знаем, не могут местить величие, славы и девяться Богу. Но при этом все, что мир не может местить, поместилось в утробе девушки по имени Мария. Это было настоящее чудо. Наверняка вы благодарны Богу за это. Другим чудом был невероятный улов рыбы. Я верю, что мы в этом году увидим богатый улов. Также я думаю о женщине, страдающей кровотечением целых 12 лет. Она была сверхъестественна, исцелена. А как насчет парализованного парня, которого друзья спустили с крыши? Иисус увидел веру его друзей и сказал им, «Ваша вера исцелила его». Я думаю о том, как реагируют на чудеса разные люди. Реакции могут быть совсем разными. Одна из них — это восплескать руками Господу. Воздайте Ему славу на этом месте. «Когда Иисус изгнал бесов из задержимого, и бесы перешли в стадо свиней». Библия говорит, что когда местные это увидели, они прогнали Иисуса. Они не хотели иметь с Ним ничего общего. Другие, видя чудеса Иисуса, утверждали, что Он творит их силой дьявола. Интересно наблюдать, насколько разнятся реакции людей на чудеса. Мы поговорим об этом. Поговорим о женщине, сидящей у колодца. Она получила чудо, получила Слово Знания. Иисус сказал о ней такие факты, которые были неизвестны другим. Она была удивлена и пошла, чтобы призывать всех. «Идите и посмотрите на этого человека». Мы пару недель будем рассматривать различные реакции людей на чудеса. А сколько чудес мы видим в Ветхом Завете. Даже само сотворение мира уже было чудом. Вначале сотворил Бог небо и землю. Он просто сказал, «Да будет свет». Только задумайтесь, вне зависимости от того, как вы толкуете Писание, от родословной, от хронологического порядка, которому вы следуете. Если начать с истории Адама, то до сего дня прошло не более 7 тысяч лет. Некоторые говорят, что у Земли миллионы лет. В истории сотворения есть промежуток. Вначале сотворил Бог небо и землю. Затем промежуток. И затем, через миллионы лет, Он сотворил человека. Вы можете верить так, как вам хочется. Главное, что все это создал Бог. Но послушайте, суть в том, что Бог сказал, «Да будет свет». Предположим, Бог создал мир 7 тысяч лет тому назад. Это означает, что 7 тысяч лет назад Бог просто провозгласил глазом Своим, «Да будет свет». И с тех пор солнце не прекращало повиноваться Богу. Поэтому если Бог что-то сказал, то, уверяю вас, это произойдет. Аминь. Сотворение мира само по себе чудо. Я думаю о различных чудесах. Возьмем бесплодную женщину. Она забеременела в преклонном возрасте. Не уверен, что знаю много пожилых женщин, которые бы хотели, чтобы с ними это произошло. Но давайте посмотрим, как на это отреагировала Сара, жена Авраама. Когда Бог сказал Аврааму, «У тебя будет сын». Аминь. Библия говорит, что она засмеялась. «Ха, я старая. Я уже давно не в том возрасте, когда можно родить, но она родила. Я хочу разбудить вашу веру, друзья. Моисей сотворил много чудес. Вода потекла из скалы посреди пустыни, когда народ был совсем обезвожен. А представьте, как они проходили через Красное море и махали рыбкам рукой. Задумайтесь о том, что среди пустыни Бог сверхъестественно давал им пищу. Он каждый день... Послушайте все, кто здесь и кто по ту сторону экрана. Каждый день, и это вызов для каждого из нас сегодня, Бог каждый день подавал им манно. Мы употребляем слово «манно», но знаем ли мы, что оно означает? Оно означает, что это... С неба приходила пища, которую они никогда раньше не видели, и они спросили, что это? Точно так же, как Бог послал им перепелов, каждый день на земле появлялась манна. Если, собрав манну, они ее не съедали, но хранили больше двух дней, то такая пища вызывала болезни. И здесь мы видим урок для себя. Бог желает, чтобы его народ понимал, что он дает нам пищу на каждый день. Не нужно быть жадным и уж очень запасливым. Послушайте, если христианин не видит, что Бог подает ему каждый день, если он питается вчерашней манной, то такой христианин может в итоге заболеть. Мы должны ожидать от Бога чуда каждый день. Во имя Иисуса. Когда я думаю о чудесах, я думаю вот о чем. Пегги, тебе понравится этот пример? Моей жене такое не по душе. Народ Израиля блуждал по пустыне 40 лет, а их обувь не изнашивалась. Моей жене такое чудо явно не по вкусу, потому что она всегда находит причину, чтобы пойти купить очередную пару туфель. Она в этом непреклонна. Обувные полки трещат по швам. Такое ощущение, что у нее их тысячи. В ее обувном шкафу есть туфли, которые я совершенно убежден. Она ни разу не надевала. Они все еще лежат в коробках. Но при этом Шерон всегда находит причину, чтобы убедить меня, что ей необходимо купить еще одну пару туфель. Ее сегодня здесь нет, поэтому я такой смелый. Я думал о разных чудесах. В Библии возьмем Самсона, его удивительную силу, вдовы, которым Бог являл сверхъестественное чудо. Он воскресил сына вдовы. Он заботился о вдовах сверхъестественным образом. И сейчас мы посмотрим с вами 11 главу послания к евреям. «Верою перешли они черное море, как посуши». На что покусившись, египтяне потонули. Они старались пройти посуху, как Израиль, но если народ Божий смог пройти по морю, как посуша, то когда это попытались сделать египтяне, море закрылось, и воды накрыли их. Как Израилю это удалось? Верой. Это было чудо. Как происходит чудо? Верою. Верою пали стены иерихонские. Я не знаю, какие стены сейчас стоят перед вами, но, уверяя вас, вас ждет чудо. Скажите все. Верою. Вместе. Научитесь жить верою. Поймите, что значит, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Каждый день Бог дает манну с неба. Верой. Я не знаю, какие стены перед вами. Армия ходила вокруг стен семь дней. Верую, Рааф. Блудница, с миром приняв саглядатаев, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае. О некоторых из них мы поговорим. Мы увидим чудеса в их жизни, как примеры для нас. О Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание, побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин. Но как жили эти герои веры? Верой. Они видели чудеса, потому что жили верой. Послушайте, друзья, вне зависимости от того, как долго вы являетесь христианином, убедитесь, что вы все еще верите в чудеса, что в вашей жизни сегодня есть место для чуда. Как это происходит? Это происходит по нашей вере. В 11 главе «Евреи» мы читаем о разных героях веры. И в 12 главе сказано «Посему и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей». Жаль, что я не могу открыться вам небеса и показать их, чтобы мы смогли увидеть в первом ряду на небесах всех этих героев веры. Они жили верой. И если у них вышло, то с Божьей помощью у вас тоже получится. Не переставайте верить в чудо от Бога в вашей жизни. Я узнал несколько принципов веры. Первый принцип — «Всегда только вера». Вы произносите эти слова, если верите. Давайте скажем вместе. «Всегда только верой». Вместе. А сейчас произнесите их, пожалуйста, от всего сердца. Готовы, да? Итак, «Всегда только вера». Всю свою жизнь я живу с мыслью о том, что моя жизнь всегда должна отображать только веру. Моей реакцией на любую ситуацию всегда должна быть только вера. Если я хочу быть человеком веры, то есть вещи, которые я не должен произносить. «Я никогда не вылезу из долгов». Вы человек веры или нет? «Я никогда не найду вторую половинку». «Я никогда не женюсь, не коплю дом, не получу повышения». Если вы хотите быть человеком веры, вы должны жить по принципу «Всегда только вера». Евреям, 13 глава. Если хотите аплодировать, воздайте Богу великую славу. Важное местописание. «И так будем через Него, через Иисуса непрестанно». Давайте-ка скажем вместе. «Непрестанно». Ну что так вяло, ребят? Скажите это громко. «Непрестанно». Это важно. Давайте делать это не от случая к случаю. Давайте делать это всегда. Каждый день свежая манна. Не жить чудом, которое было 10 лет назад. Не жить историей о том, что Бог однажды сделал для вас. Но будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, которые открыто исповедуют, или другой перевод, прославляющих имя Его. Библия говорит, что несмотря на то, что Иисус покончил с пролитием крови животных за прощение грехов, как это было в Ветхом Завете, и мы вечно благодарны Ему за это. Но и в Новом Завете есть свои жертвы согласно тому, что говорит нам Новый Завет. И вот вам одна из них — жертва хвалы. Посмотрим, что здесь сказано. Это плод уст, исповедующих или прославляющих имя Его. О, слово «исповедовать» здесь — это греческое слово «амология». «Ома» означает «говорить», «логия» означает «слово». Библия говорит, что плод ваших уст, прославляющих или исповедующих, — это амология. То есть то, что выходит из ваших уст, должно соответствовать Слову Божьему. Вы спросите, ну как это может быть нашей жертвой? В Ветхом Завете, если в жертву приносили непорочного агнца, то если это было дешевое животное, из остатков, то Бог такую жертву не принимал. В Новом Завете мы тоже приносим Богу жертвы, и существует требование. Вот в чем оно заключается. Вне зависимости от того, какие вы проходите трудности, вы говорите об этой ситуации то, что об этом сказано в Слове, а не просто постоянно говорите о самой проблеме. Если вы больны, вы приносите жертву Богу, говоря ранами, «Его», «я исцелен». А если ваши слова не соответствуют Слову Божьему, вам не увидеть чудо. Вам никогда не увидеть прорыва. Мы должны научиться говорить то, что сказал Бог. Ему принадлежит скот на тысячах гор. Он никогда вас не оставит и не покинет. В Боге вся полнота. Он тот, кто дает все потребное. Не стоит бояться, что вы так и останетесь одинокими. У Бога есть человек для вас. Ваша вторая половина. Бог вас благословит и возвысит. Вы голова, а не хвост. Вы только наверху, а внизу уже не будете. Путь праведного — это путь наверх. Это движение вперед. Поэтому научитесь говорить то, что сказал Бог. Не нужно произносить весь негатив, то, о чем говорит этот мир. Будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Я благодарю тебя, Господь, что ты Иегова Ирая. Ты даешь мне все потребное, и ты восполнишь все мои нужды по богатству своему, во славе своей, не в соответствии с моей зарплатой, с экономикой страны, с тем, кто наш президент. Но Бог — ты мой источник. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты — Господь. Твой жезл — это твой посох. Они успокаивают меня. Ты накрыл мне стол рядом с моими врагами. Поэтому я знаю, что твоя благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей. Я пребуду в Доме Господнем вовеки. Я войду в Его врата с благодарностью в сердце, и во дворы Его буду входить с хвалою. Если я буду повиноваться моему Господу, если буду ходить по заповедям и уставам Господа, то я буду благословлен в городе, благословлен на поле. Плод моих трудов будет благословлен. Бог даст мне процветание. Скажите, есть ли внутри вас Слово от Бога? Если оно находится в вашем сердце и в ваших устах, тогда вы обязаны исповедовать его, и вы будете исповедовать его ежедневно. Аминь. Молюсь, чтобы вы приняли это слово. Я был бы очень рад, если бы вы зашли на наш сайт и сообщили нам о том, что вы посмотрели эту проповедь. За это мы отправим вам подарок. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы ее посмотрели. Еще кое-что. Я бы хотел помолиться сегодня за тех, кто посмотрел эту проповедь и понял, что он больше не живет для Бога. Как то было когда-то, или, может, сегодня вы поняли, что Бог существует, и вы бы хотели посвятить Ему свою жизнь. Помолитесь сейчас со мною. Скажите, Иисус, я прошу тебя прямо сейчас, приди в мою жизнь. Покажи мне, что ты реален. Я принимаю тебя сейчас, как моего Господа и Спасителя. Во имя Иисуса я молился. Аминь. Напишите нам, скажите, что вы смотрели проповедь, и мы отправим вам подарок. Он вам понравится. Это программа транслируется по всему Хэмптону, и я был бы рад, если бы вы со своей семьей пришли в гости в нашу семью Церковь Волна. У нас проходят замечательные служения для молодежи, детей и для всех остальных. Это служения, которые пробуждают к жизни. Мы будем очень рады, если вы заглянете к нам. Все подробности на нашем сайте, он указан на экране. Я бы очень хотел, чтобы ваша семья познакомилась с нашей. Увидимся на следующей неделе. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, то мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда вверх. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса, кто будет светом во тьме. Выпускники, пастор, учителя, поклонники, мечтатели. Займите свое место среди них. Не бойтесь. Это ваше время, это ваша история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok